До начала летнего сезона отдыха и оздоровления детей остается не так много времени. Руководителям здравниц Анапы предстоит закончить подготовку лагерей и санаториев к встрече гостей. Особое внимание вопросам безопасности. Если в том году мы тренировались, и все предыдущие годы тренировались, слава богу, что были просто тренировки, режимы соблюдать, паспорта безопасности оформлять, то в этом году, друзья, я прошу вас выходить на эту работу как на службу. Вот сейчас то самое время, когда нужно быть максимально собранными во всех смыслах, прежде всего в безопасности детей. В этом году в Анапе активно продолжат развивать систему «Безопасный город». К ней должны быть подключены и камеры видеонаблюдения детских здравниц. Не жадничайте, дайте нам, пожалуйста, сигнал с видеокамер, хотя бы с ваших входных групп, так, чтобы силовые органы имели к нему доступ. Мы уже подготовили платформу, скоро развернем большой, очень мощный сервер, на котором все это будет обрабатываться. И, поверьте, там даже человеческого фактора не будет. Машина сама будет выявлять, если потенциально опасные какие-то элементы нашего общества будут появляться вблизи ваших объектов. Это сильно сократит время реакции силовых служб. В прошлом году 32 здравницы курорта приняли более 90 тысяч юных россиян. И это при обязательном требовании заполняемости не более 75% из-за пандемии. Этим летом строгие правила санитарной безопасности остаются в силе. Позиция масочного режима, позиция термометрии персонала при входе на работу в торговые объекты, во все объекты, во все буквально, это все должны организовать. Дезинфекционные мероприятия с верулицидным действием, все это осталось. Заезд детей и сотрудников одновременно на весь период смены. Позиция трудная, антиковидные меры. То есть зашли все вместе и потом все вместе вышли. Какие-либо заходы, выходы запрещены уже практически два года. Председатель Совета депутатов Леонид Краснорусский отметил, что все надзорные органы и структуры власти максимально идут навстречу руководителям здравниц. Цель одна, чтобы сезон прошел на высшем уровне. Мы сегодня федеральный детский курорт. От того, как мы с вами сработаем в этом году, будет зависеть, какую оценку нам, как федеральному детскому курорту, поставить на федеральном уровне. А это очень важно в этих условиях. На совещании был утвержден план работы Межведомственной комиссии. Определены сроки выполнения требований, поставленных сегодня. Окончательный список лагерей и санаториев, которые примут детей в этом году, должен появиться к концу марта. Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа. Регион. Продолжение следует...